В эфире телеканал ННТ, информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! Прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Прокладку асфальта еще не завершили, а трубу уже прорвало. В Сбербашу из-за аварии на водопроводе перекопали новый асфальт. Грант в размере миллиард рублей за эффективную работу планируют получить Дагестан из федерального бюджета. Что еще обсуждали Путин и Васильев, расскажем сегодня в выпуске. Мир не без добрых людей. В Каспийске благотворительный фонд «Инсан» организовал для детей-сирот красочные мероприятия. Асфальто-укладочная техника не успела завершить работу в Сбербаше. Там прорвало водопроводную трубу. Новый асфальт пришлось перекапывать. Аварийные работы ведутся по улице Курбанова, где в настоящее время идет укладка асфальта в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Новое покрытие укладывали поверх ветких коммуникаций, проложенных еще в советские годы. С проблемой о необходимости в первую очередь заменить аварийные водопроводные линии, прежде чем укладывать асфальт на той или иной улице, местные жители и коммунальщики обращались в администрацию города. Однако никаких шагов по исправлению ситуации не было предпринято. Жители Махачкалы считают, что инфраструктура в столице региона непригодна для проживания с детьми. Специалисты федерального портала «Домофонд.ру» выяснили, насколько жители разных городов России довольны условиями для детей и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Как и год назад, первое место заняла Москва. Махачкала в итоге заняла 197 место из 200 городов. Миллиард за эффективную работу планируют получить Дагестан из федерального бюджета. Надежду на выдачу гранта выразил глава региона в ходе встречи с Владимиром Путиным. Васильев сообщил, что по итогам текущего года республика вошла в десятку российских регионов по эффективности работы. За хорошую поддержку он поблагодарил главу государства и отметил, что благодаря помощи федерального центра во многих сферах удалось навести порядок, особенно в части борьбы с коррупцией. Госдума приняла закон о запрете гаджетов без российского программного обеспечения. Депутаты надеются, что это поможет развитию отечественного бизнеса в сфере IT. Согласно документу, ряд технически сложных товаров, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, обязаны иметь приложения, разработанные в России. Полный список электронных устройств, на которых должно быть установлено российское программное обеспечение, позже должен быть составлен правительством. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. Кроме этого, в Госдуме также предложили установить единую минимальную цену на сигареты. Связано это с тем, что рынок перенасыщен нелегальным товаром, который продается по неоправданно низким ценам. Так, сегодня средняя цена легальной пачки сигарет около 115 рублей, а нелегальные сигареты реализуются по 45-55 рублей. Бюджет страны из-за этого понес ущерб на 50 миллиардов рублей. Теперь же парламентарии внесли предложение увеличить стоимость пачки сигарет до 87 рублей. Форум «Мой бизнес» впервые пройдет в Дагестане. Стартует он уже 30 ноября. Задача бесплатного форума – информирование о мерах господдержки, формировании института наставничества и помощь начинающим в открытии собственного дела. Мероприятия под одноименным брендом уже прошли в Казани, Ростове-на-Дону, Краснодаре и в других крупных городах России. Конференция, посвященная этому крупному деловому событию в республике, прошла на площадке Риадагестан. Мы рассчитываем, что форум соберет около тысячи начинающих предпринимателей и уже действующих, тех, кто интересуется предпринимательством или только хочет стать бизнесменом. И на форуме наши спикеры расскажут о том, как правильно вести свой бизнес, как выстраивать финансовую модель, как выстраивать отношения с клиентами, эффективные продажи, вести переговоры, маркетинг и много других интересных тем. В общей сложности до конца 2019 года форумы «Мой бизнес» пройдут в более 25 городах России. Проводит их университет «Синергия» при поддержке Минэкономразвития России. Чтобы стать участником, достаточно пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия. Университет «Синергия» и «Мой бизнес» – это как раз таки то, чтобы сейчас вот эти все новые тренды, все вызовы, все объяснять предпринимательской среде, какие есть выгоды от того, что ты начинаешь уже заниматься, что называется, белым чистым бизнесом. И да, хотя ты и налоги и плачешь, но в принципе ты можешь участвовать в таких проектах, которые тебе по большому большую часть твоих налоговых отчислений возвращают. И сейчас политика республики, она тоже так же направлена на поддержку предпринимательства. Эту задачу ставит и глава республики, и о том, чтобы мы максимально создавали сейчас условия для тех предпринимателей, которые ведут, что называется, хоциализованные бизнесы. Проблему плохого воспитания ребенка в семье и в школе обсудили в Дагестанском институте развития образования. В работе научно-практической конференции участвуют представители власти, духовенства и образовательных учреждений республики. Эксперты говорили о важности комплексного подхода в решении этой проблемы. По нашим социалистическим исследованиям, которые мы в ДИРО провели в школах, где-то 70% почти учителей утверждают, что это их непрямая обязанность. Вот что вызывает беспокойство. С другой стороны, родители считают, что сегодня школы больше заняты подготовкой ЕГЭ, а воспитанием не заняты. И это они считают тоже делом воспитания. А должно быть совместные усилия. И школы, и родителей, и самих учений. Вот эти три субъекта, которые должны дать результат. Организовали мероприятия преподаватели и педагоги ДИРО и школы имени Ясупова. В рамках конференции пройдут также пленарные и секционные заседания. Работа конференции продлится два дня. Мир не без добрых людей. В Каспийске благотворительный фонд «Инсан» провел для малоимущих семей, учеников школы-интерната и детей-сирот красочное мероприятие. Организовали его в честь священного для мусульман месяца Раби-Уль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад. Мир ему и благословение. Нашиды – стихи и мудрые наставления. Подробности знает Хамза Нурмагомедов. Что вот так помогает нам, про нас не забывает. Спасибо им большое. Улыбка на лице ребенка – счастье каждой матери. Игры и развлечения, стихи и нашиды – различные блюда, сладости и напитки. То, что так редко пробуют эти дети, сегодня на столах было в изобилии. Сегодня мы собрали около 150 детей, в число которых ходят дети из многодетных семей, малоимущие, дети-сироты, дети из интерната, особенные дети. Торжество посвятили пророку Мухаммаду. Мир ему и благословение. 14 веков назад именно он подал добрый пример человечеству – милосердно относиться к детям. И это наглядно показали детишки из местного садика «Изумруд». Сегодня я буду стараться быть как пророк Мухаммад. Сам, посланник Аллаху, уделял большое внимание тем людям, которые нуждаются в поддержке, в помощи. Посланник Аллаху, мы говорим, я и тот, который поддерживает, помогает тех детей, которые отсутствуют в родителе, этот человек будет со мной в раю. Праздник удался в первую очередь за счёт средств добрых людей. Например, этот банкетный зал Каспий хозяева предоставили бесплатно. На просьбу дать интервью попечители скромно отказали. Представители Муфтиата и администрации города также поддержали акцию. Эти мероприятия очень много тепла приносят в дом этих людей, которые пришли. То, что идёт во благо наших жителей, во благо наших детей, администрация всегда готова поддержать, быть рядом. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Каспийск. Светущие скверы на смену каменным джунглям. Желание сделать город красивым, зелёным и живым объединяет людей разных профессий. Идейным вдохновителем и главным организатором очередной такой акции выступила компания по производству пластиковых окон и дверей «Шатим». Компания уже более 15 лет на рынке. В своей деятельности уделяет большое внимание подобным мероприятиям, призывая всех объединиться для того, чтобы сделать город комфортным для проживания. Идея, чтобы нашу акцию поддержали другие предприниматели города, которые тоже могли бы принести пользу нашему обществу, нашему городу, чтобы сажали также деревья, озеленяли, благоустраивали дворы, скверы, парки, как сегодня модно выражаться. Челлендж передаём другим предпринимателям, которые поддерживают такую акцию и считают, что надо чаще делать такие акции. Если каждый будет какую-то лепту вносить в общество, то наш город будет чистый, красивый, зелёный. Были осуществлены массовые посадки. Вот компания «Шатим», которая поддержала эту акцию, очень много деревьев от себя посадила и создала инфраструктуру этих деревьев на территории различных социальных объектов. Поэтому особенно отрадно, что вот в центре города, в таком достаточно людном месте, известном всем горожанам месте, высажена аллея Павловней из 40 деревьев, которые очень скоро начнут свести, которые создадут тот самый сапфировый коридорчик. Хочется, чтобы эта акция, высадка деревьев в виде подарка городу, в виде пожертвования доброго дела была воспринята и другими социально ответственными бизнесменами, компаниями, фирмами. Это были все новости к этому часу. Ещё больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»